владимир путин решил уничтожить украину стереть украинские города слеза земли российская армия бомбит их день и ночь и обстреливает из артиллерии конечно этим все недовольны этим недоволен весь мир потому что давненько мир не видал чтобы какой-то отдельный агрессор брал и нападал просто на другую мирную страну поэтому мир вводят санкции и действия владимира путина будут разрушительны для российской экономики они разрушительны уже сейчас точка невозврата пройдена пуля из санкционного пистолета уже выпущена и пока летит в тело россии уже сейчас понятны масштабы бедствия точнее не так понятно что они невероятные беспрецедентно масштабны но пока мы не знаем всех параметров будущего кризиса безработица инфляция и много-много других вещей которые коснутся каждого российского гражданина чтобы понять это с точки зрения экономики чтобы понять как это выражается в конкретных цифрах и параметрах и если у российской экономики будущее что нужно будет сделать чтобы выйти из этого затяжного кризиса я поговорил с григорием баженовым у него есть собственный канал я оставлю ссылку в описании где он говорит на экономические темы на сегодня мы поговорили с ним о том что будет с россией в ближайшее время и можно ли как-то вообще этот фарш провернуть назад ну что здесь сказать наверное лучше всего то что происходит в россии на сегодняшний день особенно части российской экономики характеризует песни лолиты про титаник и в общем то это действительно так и есть и знаете дело заключается даже не столько в том что происходит здесь сейчас как там закрывается определенные магазины определенных брендов как они уходят из страны дело заключается не столько в том кто приостанавливает свою деятельность сколько на дальнейших перспективах российской экономики и в общем то именно это мы должны в первую очередь обсуждать мы должны с вами думать о том как будут события разворачиваться дальше с точки зрения неких длинных траекторий и я в общем то сам как экономист в основном сфокусирован не столько на кризисах сколько на долгосрочном экономическом ростом экономическом росте а вот с ним как раз будет все очень плохо в россии что нужно понимать для себя сейчас очень много ходит различных самых аналогий касательно того с чем можно сравнить текущий кризис который разворачивается в россии будет ли он таким же как дефолт 98 года или будет он таким же как кризис 2008 года или может быть это будет что-то похожее на 2014 но с более глубоким спадом глубокой просадкой я в этом отношении считаю что все аналогии неверные самая правильная аналогия это то что происходило в рамках трансформационного спада когда россия превращалась из экономики коммунистической в экономику капиталистическую только теперь будет происходить трансформационный спад немножко наоборот в чем заключается трансформационный спад и в чем особенность текущей ситуации она заключается в том что в общем то на сегодняшний день порушена уже и порушится еще больше самых различных технологических и торговых цепочек и это ситуация она в том именно в этом смысле мы можем говорить о том что в общем то ситуация похожа на то что начиналось 90 только происходит несколько ну скажем так это своего рода оборотная сторона этого процесса если тогда у нас разрушались внутренние цепочки и россия перестраивалась на рыночные рельсы плюс ко всему сюда же активно задействовались самые различные процессы связанные с подключением глобальных рынков то теперь россия как бы перестраивается исходя из того что ее ну уже даже не формально а целиком полностью исключает от доступа к внешним рынкам речь идет и о финансовых рынках речь идет и о торговых рынках речь идет о рынках капитала речь идет о рынках валюты речь идет в целом о глобальной экономике как таковой текущие партнерства которые были настроены достаточно серьезным образом на протяжении вот этого 30-летия рыночной экономики и истории рыночной экономики в россии эти партнерства разрываются у нас один из основных торговых партнеров и технологических партнеров это европейский союз многие думают что китай на самом деле нет и с это нас наш один из основных торговых и технологических партнеров так вот сейчас мы видим что я активно разрывает в общем-то все связи и эти цепочки они ломаются они прекращают действовать и поэтому мы можем ожидать следующие тренды в общем-то все эти тренды они будут проходить в рамках двух основных направлений первое направление это ну безусловно импортозамещение второе направление это ориентация с запада на восток однако главный тренд который в рамках этих двух направлений будет себя в целом проявлять это конечно примитивизация экономики доступ к иностранным технологиям сейчас уже в значительной степени перекрыт необходимо будет каким-то образом все это замещать тем не менее заместить все это полноценно будет крайне и очень сложно и при этом и это тоже немаловажно будет серьезным образом меняться рынок труда в россии в первую очередь мы будем наблюдать серьезный отток квалифицированных кадров из россии то есть фактически у нас будет испаряться человеческий капитал конечно мы не увидим отъезда всех всех специалистов в том числе и квалифицированных обычно все-таки этот отток рано или поздно останавливается и люди которые принимают решение оставаться в россии там и остаются несмотря на то что здесь происходит они каким-то образом встраиваются в те экономические цепочки которые здесь возникли но тем не менее потери будут очень существенные очень серьезные безусловно все это будет происходить достаточно быстро и экономику в текущем году уже по выпущенным прогнозам ждет достаточно серьезный спад есть прогноз мудис есть прогноз блумберга 7 и 9 процентов соответственно это без учета различного рода санкций против российского нефтегаза если против российского нефтегаза будут введены серьезные санкции я говорю о в первую очередь об эмбарго то спад будет достигать 15-16 процентов на мой взгляд это достаточно оптимистичные оценки мне кажется что сейчас уже нужно говорить о спаде более десяти процентов как минимум и самое ужасное что в общем то этот спад этим годом не исчерпается в следующем году тоже будет спад и потом не будет восстановления будет дно и будет стагнация и в общем то российская экономика без изменения институциональных и многих политических моментов не сможет расти дальше она будет волочиться в том на том уровне до которого упадет а переведи пожалуйста с экономического на русский что все это значит то есть проценты по спады разрыв цепочка жертв все хочу сказать это все здорово но это конечно не здорово но в том смысле чтобы это там как какой-то анализа это понятно но что это означает для простых граждан на которые остаются в россии для процесса граждан которые остаются в расе и это означает следующее. Ну, давайте начнем с таких чисто внешних штук. По сути, потребительский бум, о потребительском буме вы можете забыть. Такого ассортимента, такого объема потребительских благ, которые раньше наблюдались в России, уже никогда больше не будет. Ну, если, конечно, не произойдут соответствующие изменения. Можно сказать о том, что в общем-то, теперь вы будете везде искать те или иные аналоги, которые будут вам по карману, а никогда не пользоваться оригиналом. Оригиналы будут доступны только очень состоятельным гражданам, и их будет все меньше и меньше становиться в России. Если говорить не о внешней оболочке, а говорить о некой такой вот конкретике, то, что касается жизни, многие люди потеряют работу. Есть разные оценки касательно безработицы. Я не думаю, что оценка в 20-25% справедлива. Мне кажется, что, скорее всего, уровень безработицы будет находиться на уровне 12-13%. Это все равно очень много, потому что сейчас у нас до всех этих событий уровень безработицы был в районе 4-5%, а мы считаем уровень безработицы от рабочей силы, то есть от 70 с лишним миллионов человек. По большей части лишатся работы те люди, которые как раз были заняты в высокотехнологичных секторах, в секторе услуг, то есть наиболее рыночных секторах на сегодняшний день в России. Бюджетники будут, конечно, сокращены, но не в той степени, в какой будут сокращены рыночные агенты, будут проводиться те или иные элементы так называемой вынужденной национализации. Я не думаю, что эта национализация будет сверхмасштабной, там будет работать по-прежнему у нас торговля, будут работать услуги, будет работать так или иначе какая-нибудь легкая промышленность в частном секторе. Но, в общем-то, масштабы частного сектора серьезным образом сократятся. Вырастет неформальный сектор. Конечно, говорить о конкретных значениях сейчас очень тяжело, потому что ситуация развивается крайне стремительно и очень быстро, и очень многое зависит от того, как будут вести себя власти. Если мы возьмем с вами 90-е годы, тогда от высокой безработицы спасало то, что, в общем-то, не было возможности у властей проводить какой-либо инфорсмент тех мер, которые уже были приняты. То есть, по сути, они сами не могли обеспечить свою собственную законность. У российского аппарата на сегодняшний день есть возможности обеспечить законность, которую мы можем здесь взять в кавычки, и тем самым устранить те демпферы, ну, или те смягчающие механизмы, которые позволяли, в общем-то, не увеличиваться безработицы чрезмерно в 90-е годы. То есть, например, неформальная форма занятости очень серьезным образом тогда развивалась, были задержки по зарплате, но людей не увольняли. Насколько сейчас власти будут готовы пойти к тому, чтобы серьезным образом обрушить регуляторный навес на рынок труда России, очень сложно сказать. Скорее будут, конечно, руководствоваться какими-то более популистскими соображениями, чем тем, что, вообще говоря, необходимо в вынужденном отношении сегодня российской экономики. Ну, в общем-то, все мы будем беднеть, бедность будет увеличиваться. Даже те люди, которые, в общем-то, чувствовали себя хорошо, перестанут чувствовать себя хорошо. И дело заключается не только в потребительском отношении, но дело заключается и в целом в определенной надежде на будущее. Я не вижу этих надежд, и у меня у самого этих надежд нет никаких. Развития просто не будет. Скажи, пожалуйста, ты говоришь о замене на некие аналоги определенных товаров или услуг, но все ли можно заменить? Потому что, например, вот чем менять авиацию, не очень понятно. Советские самолеты в металлоломе, а МС-21-300, про которые говорит Владимир Путин, еще даже сертификацию с российскими двигателями не прошел, только с американскими. И никакой речи о серийном производстве пока вообще не идет. То же самое туристическая отрасль, то же самое чипы, и даже оборонная промышленность, которая во многом основана в технологичном производстве. Короче говоря, все ли можно будет заменить, и каков масштаб того, чего нельзя будет заменить? Нет, конечно, все заменить будет нельзя, и это просто невозможно. Поэтому я и говорю, что экономика будет в отношении тренда как раз... Короче говоря, экономика будет все больше и больше примитивизироваться. Она будет все более и более примитивной. Какие-то аналоги появятся, но они будут явно хуже, чем то, что мы сегодня и на сегодняшний день имеем. Ну, условно говоря, да, в силу того, что там на сегодняшний день автомобили в значительной степени оборудованы самой разной электроникой, вам требуются полупроводниковые изделия, вам требуются те же самые чипы. Если будет недостаток этих чипов, то, соответственно, самые такие распространенные экономичные модели автомобилей будут практически лишены этой самой электроники, либо ее будет просто какой-то совершенно невозможный минимум. Тоже касается и тех отраслей, о которых ты говорил. То есть замены будут происходить. Нельзя сказать, что полностью в российской экономике отсутствует какая-либо адаптивность, но все это будет кратно хуже и будет серьезным образом сказываться на качестве жизни каждого гражданина России, каждого человека, кто останется в России. Как вы могли заметить, на этом канале теперь очень много видео, каждый день выходит, и для этого нужны ресурсы, поэтому периодически здесь будет появляться реклама. Надеюсь, вы не очень расстроитесь по этому поводу. Я стараюсь отбирать только полезных действительно рекламодателей. Так, несколько минут о спонсоре сегодняшнего выпуска. В изменившейся реальности, чтобы чувствовать уверенность, крайне важно иметь высокооплачиваемую профессию, которая позволяет работать из любой точки мира. Для этого отлично подходит сфера IT, ведь даже при худшем случае, при худшем сценарии она будет только развиваться, причем не только в России, но и во всем мире. Самая же востребованная профессия в IT – Data Scientist. Эти спецы разрабатывают и обучают в нейросети, которые рекомендуют нам музыку, разблокируют смартфоны, управляют беспилотными автомобилями и много чего еще, о чем мы даже не задумываемся. При этом спрос на специалистов превышает их количество. Только за прошлый год количество открытых вакансий выросло на 120%. Вместе с этим растут и их зарплаты, которые в России сейчас достигают 250-300 тысяч рублей, а в США и Европе на порядок выше. Если вы хотите быть в центре отрасли, важность которой понимает даже премьер Мишустин, то рекомендую курс по Data Science от Skill Factory. Программа рассчитана на обучение с нуля, а ваш возраст, образование и опыт не важны, поэтому 80% курса – это практика. Вместе с экспертами из Яндекса, НVIDIA и EOR вы освоите все, что действительно пригодится в работе. Комфортное время и темп обучения вы выбираете сами. Можете даже взять паузу, если появились неотложные дела. Еще у вас будет ментор, который всегда вас поддержит, а карьерный центр школы поможет найти новую работу. Более 6 тысяч человек уже прошли этот курс и, судя по отзывам, все остались довольны, поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании и защитите свое будущее. А по промокоду NAKI вы получите приятную скидку в 45%. И скажи, пожалуйста, в целом, когда мы говорим о российской экономике, у тебя еще достаточно оптимистичный прогноз, потому что ты говоришь, что она будет существовать в том или ином виде. При этом мы видим, что идут разговоры о том, что почти точно будет дефолт. Идут разговоры о том, что банковская сфера не очень понятна, каким образом будет продолжать существовать. Мы видим, что уже который день не открывают Мосбиржу. И есть ощущение, что и не откроют, похоронив ее каким-нибудь образом, буквально так. Короче говоря, какие, на твой взгляд, еще кризисы, вот именно оформленные, ожидают Россию, российскую экономику или не ожидают в ближайшем обозримом будущем? Ну, смотрите, я считаю, что все самое страшное уже произошло в России. То есть, то, что могло произойти наихудшему, оно уже все стало для нас фактом. Дальше процессы будут просто разворачиваться. Ну, то есть, по сути, сами по себе причины и те самые спусковые крючки, которые в конечном итоге запускают механизм кризиса, они уже спущены. Насколько будет высока глубина, насколько будет серьезная глубина вот этого кризиса, мы пока с вами не знаем. Я уже говорил о примерных оценках. Мне кажется, что они очень оптимистичны. Оптимистичные. Я думаю, что сам по себе кризис будет глубже. Но, в общем-то, чего-то нового, каких-то новых ударов нам ожидать, наверное, не приходится, потому что и так уже удар настолько серьезен, что тяжело даже себе представить какие-то новые, еще более сильные удары. То есть, уже и хук, уже и апперкот, уже и прочие удары были нанесены. Какие вот тут метафоры можно приводить. В любом случае, все уже сейчас очень плохо с точки зрения каких-либо перспектив развития. Конечно, самая серьезная проблема, которая может насынуть экономику России, это эмбарго в части поставок нефтегазовой продукции. Пока что мы уже видели, что это эмбарго было введено со стороны Соединенных Штатов Америки, но Соединенные Штаты Америки не является для нас каким-то очень таким важным рынком. Понятное дело, что все равно на этом будут теряться деньги, но, в общем-то, доля поставок достаточно низкая российской нефти в США. Один из основных покупателей это все-таки Европейский Союз. В первую очередь речь идет, конечно, о Нидерландах и Германии. На сегодняшний день Германии и Нидерландам достаточно сложно отказаться от российской нефти, сложно отказаться от российского газа. Здесь уже речь не только о Германии, но и других европейских странах. Поэтому я думаю, что, в общем-то, в ближайшей перспективе мы не увидим эмбарго в части долгосрочных контрактов. Они, скорее всего, будут продолжать выполняться. Но думаю, что в скорое время мы можем увидеть запреты на проведение спот-сделок. То есть тех сделок, которые проводятся здесь сейчас в моменте, когда докупается дополнительная продукция. Уже сейчас, в общем-то, российская нефть и российский газ, российские нефтепродукты являются токсичными товарами. Спред, то есть разница между... Даже Китай не принимает сейчас российскую нефть. Хотя казалось... Ну, в общем-то, там разные... В общем-то, на самом деле там разные проблемы возникают, потому что многие боятся, что могут подпасть под санкции в рамках конкретной операции, могут возникнуть определенные проблемы при проведении финансовых траншей. То есть, экономика, она же очень связана. И когда у нас санкции накладываются на ВТБ, Сбир, ВЭП, это не означает, что пострадают только ВТБ, Сбир и ВЭП. Всех контрагенты и тех, у кого контрагенты имеют счета непосредственно в Сбире, ВТБ или других банках, которые подпали под санкции, они тоже начинают от этого страдать. И, например, часть компаний, которые сейчас приостанавливают свою деятельность, но говорят, что еще пока не уходят, они в том числе ее приостанавливают, потому что сами по себе платежи становятся для этой компании, как для иностранной, очень проблематичными. И, в общем-то, на сегодняшний день идет определенная перестройка самих по себе механизмов платежей, транзакций между различными экономическими агентами, которые работают внутри России. А если говорить непосредственно про нефть, то, да, здесь есть опасения санкций, есть и, в общем-то, в принципе, неприятие этих товаров на сегодняшний день. И мы знаем, что, например, разница между Brent и Urals достигает 30 долларов за баррель. Это чрезвычайно огромные значения спреда, учитывая, что обычно он варьируется в диапазоне 2-5 долларов. Как бы нормальное его значение. А сегодня мы говорим о скидке в 30 долларов за баррель. Это огромная скидка. И то покупателей нельзя сказать, чтобы очень много находится даже с такой скидкой по приобретению российской нефтегаза. Это вот именно про рынок спот. И я думаю, что в целом в рамках рынка спот может быть введено эмбарго. По долгосрочным контрактам я, честно говоря, не уверен, что ЕС к этому готова. Возможно, когда быстро найдутся определенные заменители, к этому перейдут, тогда это будет еще один очень сильный удар по экономике. Ну вот тот же самый прогноз Блумберг, они говорят о том, что если не будет введено нефтегазовое эмбарго, падение будет 9%. Если нефтегазовое эмбарго будет введено, то падение будет порядка 14%. То есть падение в 5% ВВП это то, что мы можем ожидать хотя бы только на основании прогноза Блумберга от запрета на нефтегаз. А, соответственно, это сокращение рабочих мест, соответственно, это снижение реальных доходов населения, соответственно, это ускорение инфляции в том числе и по категориям, которые мы считаем в качестве наиболее необходимых товаров первой необходимости и дальнейшее снижение, ну и дальнейшее, скажем так, закупывание различных, скажем так, направлений, по которым могло бы быть восстановление, по которым мог бы наблюдаться какой тот или иной прогресс. Скажи, пожалуйста, а что будет с ценами? То есть есть ли примерное понимание, потому что мы видим, что стоимость рубля к доллару, значит, падает, мы видим, что есть какие-то сообщения о росте цен, но вообще глобально, что ожидает нас с ценами, временный это процесс или нет, ждать ли нам гиперинфляции, то есть как это все будет выглядеть, ну хотя бы примерное очертание, на твой взгляд, куда это идет? Я скажу сразу же, что я в гиперинфляцию не верю, я полагаю, что все-таки такие скачки цен будут закупированы, во всяком случае с этим бороться Центральный Банк России умеет. К этому нужно правильным образом относиться и правильно принимать те сигналы, которые на сегодняшний день существуют. Но то, что инфляция будет высокая, значит, двузначная, в обозримой перспективе, это точно, и все не кончится, как мне кажется, этим годом. Опять-таки, это очень сложно все прогнозировать, я могу сказать лишь, что после того, как санкции были введены в отношении другой страны, в частности Ирана, например, в 2018 году значения инфляции были в районе 20%, среднегодовая инфляция была в районе 20%. Это тоже очень большие значения, это очень большие потери для благосостояния, учитывая, что ожидать роста номинальных заработных плат серьезного не стоит. Понятно, что они будут повышаться, но, скорее всего, повышение номинальных заработных плат будет серьезным образом отставать от роста цен. Это позволит некоторым предприятиям остаться на плаву, но это серьезным образом ударит по кошельку обычных граждан России. Скажи, пожалуйста, теперь поговорим немного о действиях российского правительства в сложившейся ситуации. Во-первых, на твой взгляд, те вызовы, которые сейчас перед ними есть, вызовы, которые они сами себе создали, точнее, создал им Владимир Путин, насколько то, что они делают, это правильная стратегия в текущей ситуации, есть ли у них еще какие-то возможные действия и возможно ли вообще каким-либо образом смягчить последствия того, что сейчас происходит? Ну, смягчить можно, вопрос заключается в том, что от этого никому весело и здорово не будет. То есть, когда мы говорим про смягчение этого падения, мы его просто размазываем на определенном горизонте. То есть, условно говоря, мы в этом году упадем не на 20%, а на 14%, а в следующем году мы упадем на 6%. Мы просто размазали этот эффект на определенное время. Почему так? Потому что, в общем-то, на сегодняшний день все равно очень многие возможности адаптации, они обрываются. Цена этой адаптации будет чрезвычайно высока, и это неизбежно высокая будет цена за те амбиции, которые на сегодняшний день были реализованы главой государства. Самая главная проблема, которая на сегодняшний день существует в российской экономике, это то, что, в общем-то, ее потенциал значительным образом снижается. То есть, даже для самой лучшей рыночной экономики кризисы характерны. Они могут быть вызваны самыми различными причинами. Это может быть пандемия, это может быть какой-нибудь крах фондовой биржи, который в результате приведет к росту пессимистичных настроений, и по цепочке начнет все разрушаться, обваливаться, и все станет плохо на определенных горизонтах. Но эти проблемы, в общем-то, исправляют экономический рост на долгосрочной траектории. Если страна, например, растет хотя бы 2% в год, если мы берем именно реальный ВВП на душу населения, то есть мы берем специально показатель, который более-менее соответствует тому, что мы говорим о благосостоянии, то тогда она будет удваивать благосостояние своих граждан, ну, вернее, благосостояние граждан будет удваиваться в этой стране примерно каждые 36 лет. Если наша страна начинает расти максимум там 1% в год, то благосостояние может удвоиться только через 72 года, например. Если растет 4%, то еще быстрее, чем там в случае 2%. Так вот, потенциал России это даже ниже, чем тот, который у нас был, наблюдался после 2013-2014 года на сегодняшний день. То есть я не верю в какие-то серьезные значения роста на перспективе 10-15 лет при текущих условиях, если не будет каких-либо изменений. То есть исправить то, что на сегодняшний день произошло в экономике России очень сложно. Для этого потребуются просто титанические усилия и серьезная трансформация в первую очередь институциональной структуры нашей страны и совершенно другие основания политической системы. Скажи, пожалуйста, вот эти меры, которые связаны с ограничением вывода валюты, ограничением переводов и прочее, и прочее, для чего это делается, о чем это говорит и к чему это приведет? Ну, смотрите, то, что касается валюты, на самом деле подобная мера, она прогнозировалась, если бы... Короче, эта мера прогнозируема, если знать наперед, что резервы центрального банка будут заморожены. Почему это так? Любая экономическая система существует в рамках трилеммы международных финансов. Что собой представляет эта трилемма? Вы не можете сразу же достигнуть трех целей. Первая цель – это независимая денежная кредитная политика, то есть, когда ваш банк может управлять инфляцией внутри страны. Ну, так или иначе управлять, во всяком случае, обозначить определенную цель и пытаться манипулировать как раз денежно-кредитными условиями и в целом денежно-кредитным рынком, так, чтобы уровень цен поднимался не выше или опускался не сильно ниже того уровня, который он обозначил себе в качестве цели. Это независимая денежно-кредитная политика. Второй очень такой важный поинт, важная цель, которая в рамках этой трилеммы обозначена – это свободное движение капитала. То есть, когда вы можете свободно и в неограниченном объеме менять рубли на доллары, доллары на рубли или там евро на рубли, рубли на евро и прочие валюты. Не только в рамках обмена, но и в рамках любых инвестиционных решений и прочее, прочее, прочее. И третья цель – это фиксированный курс валюты. Режим фиксированного курса валюты, когда у вас валюта зафиксирована на определенном уровне, и если она и меняется, то только в рамках решения специальных валютных комитетов, когда они принимают решение, ну, все, девальвируем или, наоборот, ревальвируем, соответственно, нашу с вами валюту национальную. Так вот, дело заключается в том, что сразу же эти три цели достигнуть нельзя, вам приходится выбирать. Если вы хотите независимую деленную кредитную политику, и при этом у вас свободное перемещение капиталов наблюдается, вы не сможете поддерживать фиксированный курс валютный. Вам придется перейти к плавающему валютному курсу. Хотите фиксированный валютный курс, либо отказывайтесь от независимой ДКП и, соответственно, зависти от динамики мировых рынков серьезным образом, серьезнее, чем, например, в случае независимой денежно-кредитной политики, но оставляйте свободное движение капитала, либо закрывайте свободное движение капитала, но имейте возможность соответственно проводить независимую денежно-кредитную политику. То есть, в общем-то, вот эта трилемма, она и создает проблему. Если у вас нет резервов, если вы никак не можете сбить, имеющий место на сегодняшний день серьезный, скажем так, негатив, связанный с геополитическими рисками на национальную валюту, вам требуется каким-то образом эту проблему решать. Один из выходов, одно из решений этой проблемы заключается в том, чтобы ограничить движение капитала и, соответственно, перейти к фиксированному валютному курсу, поддерживая независимую денежно-кредитную политику. То есть, уже управляясь тем, что у вас есть внутри страны. И, в общем-то, такие решения, которые на сегодняшний день Центральный банк принимает, они были достаточно логичны, то есть, они понятны, почему эти решения принимаются. Потому что, в общем-то, другого выхода нет. Нет другого выхода получить валюту, нет другого выхода сбить курс валютный до такого уровня, при котором его можно было бы более-менее нормально закрепить и в дальнейшем поддерживать. Приток валюты тоже сейчас существенным образом ограничен. Валютная выручка экспортеров, 80% валютной выручки экспортеров сегодня должна продаваться через биржу. То есть, по сути, сейчас идет задача просто-напросто сбить вот этот самый очень серьезный на сегодняшний день, как бы, вот это вот очень серьезное геополитическое давление, которое на сегодняшний день есть в отношении валютного гуса. Я понимаю, что это звучит немножко так цинично, потому что мы на сегодняшний день существуем в реальности, где идут военные действия, где погибают люди, а мы говорим о валютном курсе, о том, что нужно сбить для того, чтобы это, скажем так, нормализовало и стабилизировало ситуацию, но у каждого министерства, ведомства есть своя собственная вотчина, где он имеет право принимать решения. И у Банка России это в первую очередь инфляция. На сегодняшний день валютный риск очень высокий с точки зрения переноса вот этого вот ослабления рубля, когда рубль ослабляется, естественно, это начинает переноситься на внутренние цены, цены начинают расти. В зависимости от того, насколько серьезно это ослабление, серьезным образом, менее серьезно или более серьезно, это влияет на внутреннюю инфляцию. И вот этот самый валютный риск, он сегодня крайне высок и, в общем-то, это основной риск, который касается инфляции внутри России. Поэтому, безусловно, они пытаются аккумулировать все денежные, всю валюту, которую только можно в руках и таким образом пытаться сбивать курс для того, чтобы в некой более долгой перспективе, речь идет о трех-пяти месяцах, сбить вот это влияние сильно ослабевшего рубля на внутренние инфляционные процессы. То есть, это было то, что ожидалось. И как только все эти процессы только запустились, ну, условно даже говоря, не так, когда я проснулся 24 февраля, я примерно через, ну, наверное, несколько часов написал, что как бы все валютные активы, все иностранные активы, которые вам принадлежат, необходимо выводить и срочно их обналичивать. Потому что было понятно, что именно таким образом будет вести себя центральный банк, потому что валютный риск становится чрезвычайно высоким, а когда ограничили возможность пользоваться резервами, когда стали ограничивать возможности перевода валюты в Россию, стало понятно, что эта ситуация будет усугубляться и она будет только лишь прогрессировать. Мне, конечно, не хочется давать такой прогноз, но я его все-таки дам. вполне возможно, что в какой-то момент в целом покупка валюты будет запрещена вообще и выводить денежные средства с валютных счеток тоже будет нельзя. Либо это будут какие-то совершенно минимальные суммы, фактически эти средства будут использоваться для поддержания валютного купца. Спасибо, что посмотрели. Опять же, поскольку СМИ не осталось, аналитики скованы законами, которые приняты, которые фактически запрещают говорить какое-то количество слов, и я уверен, что это будет шириться, помогите распространению этого видео. Если можете, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, если нет, то ничего страшного. Спасибо, что посмотрели. Если вы хотите поддержать канал, и у вас зарубежная карта, потому что российские вряд ли уже принимаются, можете подписаться на Patreon, он по ссылке в описании. Мы делаем много видео в эти дни, я половину пока не успеваю делать, они все в проекте, как видите, много интервью, потому что цикл производства видео не интервью, он гораздо сложнее и дольше, и вот есть идея для четырех роликов, которые я все хочу доделать. Вот, в общем так, с вами был Майкл Наки, увидимся, услышимся в следующих роликах, по крайней мере, пока нам не заблокирует YouTube. Заблокирует, обойдем с VPN, отключит интернет, придумаем что-нибудь еще. В общем, до скорых встреч, всего доброго, пока, и помните, что эта война ужасно и отвратительна, и нельзя молчать, надо сопротивляться тому, что эта война есть. Мирного неба вам над головой. Субтитры создавал DimaTorzok